Здравствуйте, православные! 9 марта. Снова мы с вами встречаемся на площадке Русской Конописной Школы, чтобы поговорить о святцах Русской Православной Церкви. Сегодня 9 марта, и Церковь сегодня вспоминает первое и второе обретение глав Иоанна Предтечи, и главы, разумеется. Ну, об этом мы говорили в наши прошлые циклы. А также в этот же день Церковь вспоминает преподобного Еразма Печерского. И вот давайте о нем и поговорим. Хотя, опять же, и об этом мы тоже рассказывали. Но вот тот редкий момент, когда вот все темы на сегодня мы уже обсудили и обсуждаем их по новой. И это еще при том, что мы не говорим о темах Великого Поста. Ну, о них, я думаю, вы и так узнаете с других ресурсов, на которые подписаны кроме Русской Конописной Школы. Итак, преподобный Еразм Печерский. О нем мы знаем из рассказа свидетеля Симона, епископа Владимирского, который в письме своему другу, преподобному Поликарпу, писал следующее. Был в Печерском монастыре черноридец Еразм. Он стяжал наследие славы в Царстве Небесном за то, что все, что имел, употребил на украшение Печерской Церкви. Оковал множество икон, которые поныне у вас над алтарем. С ним случилось такое искушение. Когда он обнищал, то им стали пренебрегать. И дух злобы тогда начал внушать ему. Нет тебе пользы от того, что ты истратил имение на церковь, и лучше было бы, если бы ты употребил на нищих. И не рассудив о таких помыслах, Еразм пришел в уныние и стал жить нерадиво. То есть, заметим, видите, как один помысл обесценивает все то, что было сделано. Как сейчас, да? Ну, пост же не главное, главное же, вот, а тут заметим, да, не только постом человек не пренебрегал, но и делал то, что главнее. И вот один помысл, что да лучше бы ты это потратил бы иначе, довел его до того, что он стал жить нерадиво. И щедрый и милостивый Бог за его добродетель спас его, он навел на него тяжкую болезнь. И в этой болезни Еразм лежал немой, с закрытыми глазами, семь дней едва дыша. И в восьмой день пришла к нему братья, и, видя его тяжкое дыхание, говорили, «Горе, горе души сего брата в лености прожившего, она видит что-то и метется, не выходя из тела». И вот опять, когда мы чаем найти успокоение в братьи, да, то есть, и пришла кто? Пришли злы дни, пришли клеветники, пришли хулители, нет, пришла братья. Говорят, вот это вот неспроста, вот, вот, да, а мы-то знаем, что это Бог его спасал и навел, эта болезнь была от Господа. Но, как часто бывает, что мы сами оказываемся в числе братьев, которые говорят, «Ну, так это же понятно же, мы же про него все знаем же, да». Ну, точно так же, как вот им казалось, что они все про святого Еразма знают. «Душа видит что-то и метется, не выходя из тела. И вот Еразм внезапно встал, как здоровый, и сказал, «Отцы, братья, точно я грешник, грешник, не раскаивавшийся, как говорили вы. Но вот ныне явились мне преподобные отцы нашей Антонии и Феодосии и сказали, «Мы молились за тебя, и Господь дал тебе время для покаяния. Потом видел я Пречистую Богородицу с Сыном Христом Богом на руках, и она сказала мне, Еразм, поскольку ты украсил церковь мою иконами, я украшу тебя в царстве Сына Моего. Встань, покайся, облекись в ангельский образ, и в третий день возьму я тебя к себе, как возлюбившего благолепия Дому Моего». Сказав это, Еразм начал исповедовать грехи свои пред всеми без стыда, потом пошел в церковь, был пострижен в схему, а на третий день умер и был погребен в ближних пещерах. Но это, кстати, опять к вопросу о том, а что это вы святых чтите? Потому что святые за нас заступаются, а отсутствие благодарности родницы Иуды. Вот тут Еразм как раз впал, простите, в ничтожество, испытал такой мировоззренческий крах. Но вот если предприятие не удалось, там, я не знаю, хотел стать олимпийским чемпионом и не стал, хотел полететь в космос и не полетел, ну, это еще с этим как-то можно жить, потому что это все-таки не мировоззренческий выбор. Да, то есть можно перестать быть космонавтом, перестать быть чемпионом, перестать быть милиционером, да. А что это там? Скорее давай пойдем поможем. Нет, я уже на пенсии, так что бардак в мире, это больше не моя забота. А вот если человек верующий теряет веру, если монах охладевает к монашеству, вот это уже мировоззренческий крах. Это не просто профессия, там, вот, был верующим, перестал. Я верующий с трех до пяти, пока я тут вот в колл-центре сижу на вопросы богословские отвечаю. Ну, так же нельзя сказать, да, когда рабочий говорит, токарь, я до пяти часов, а потом я станок выключаю, свет в цеху тушу и иду домой, и там я, и теперь я уже вот, да, уже отец, а не токарь. А вот верующий не может сказать, а я верующий вот до сих, до сих. И вот тут, заметим, человек утратил веру и пришел в уныние и стал жить нерадиво. То есть перестал взывать к Господу и к святым. И заметим, вот, как раз-таки, кто к нему пришел? Преподобные отцы Антонии и Феодосии сказали, мы молились за тебя, и Господь дал тебе время для покаяния. А потом видел я причистую Богородицу, говорит преподобный разум. И вот, опять же, да, он отчаялся, а Богородица помнила о том, что вот... Хотя тоже могла сказать, ну, как бы... Что до того, чтобы церковь Богородичная была где-то украшена самой Богородицей. А вот Богородица и это замечает и говорит, я приму тебя, несмотря на то, что... И следующая тема, заключительная для размышления, да. Щедрый и милостивый Бог за его добродетель спас его, он навел на него тяжкую болезнь. И Богородица говорит, радуйся, встань, покайся, и я возьму тебя в третий день. И известие о том, что он скоро умрет, становится благословением. Не рискну ничего прибавлять к этим словам. Берегите себя и возвращайтесь завтра, православные.